Самый длинный короткий путь. Дорога, ведущая в ближайший город. Таких сотни по стране, но у каждой своя история. Всем привет! Сегодня расскажем историю одной закупки, которую жители ждали 30 лет. Наша съемочная группа отправилась в Североказахстанскую область и решила лично проверить ход исполнения договора о строительстве дороги районного значения. Все думают, что 14 километров, можно в Шаховское ездить в город на работу, успеешь туда-сюда. Когда зима и вот такая дорога, тяжело. В селе Шаховское живут удивительные люди с железным терпением и очень крепкими автомобилями. Поселок, в котором проживают больше 700 жителей, находится всего в 14 километрах от Петропавловска. По хорошей дороге минут 10 до города, но хорошей нет. Поэтому по плохой все 30. 30% это молодое поколение, которое ежедневно ездит по этой дороге на работу. Конечно же, надо сказать, что в этом селе проживают также и пожилые люди, и студенты, и школьники, и как в любом селе, допустим, это село необходимо и обслуживать. По этой дороге ежедневно ездят большегрузы, возят зерно, мусоровозы на шаховскую свалку, автобусы рейсовые и, конечно же, таксисты, которые за поездку берут 2, а то и 3 тысячи тенге. В среднем от 2 до 3,5 тысяч. Это 14 километров. Ну, если с черты города брать. И в основном ездят те, например, женщины, по большей части женщины из города возвращаются с работы сюда. Сказать, что дорога плохая, ничего не сказать. Ее просто никогда не ремонтировали. Ни капитально, ни как-то еще. Давно была нормальная дорога. Когда была в сегодняшний раз? В советское время. Лишь раз 6 лет назад были попытки залатать ямы, но тщетно. Большегрузы моментально оставили новые следы. Ситуацию осложняет еще и то, что дорога находится в болотистой местности. Очередные ямы и ухабы появляются после каждой весны и осени. Люди настолько привыкли к этому дискомфорту, что даже зимой поездки стали более предпочтительнее. Она, конечно же, наверное, в летний период, в осенний период более такая, знаете, уязвимая в ямочках вся. А зимой она, будем так говорить, гладкая. И зимой более удобнее ездить. Местные власти бились за эту дорогу несколько лет. Не так-то просто добиться финансирования ремонта дороги районного значения. Кроме экспертизы, нужно еще пройти несколько стадий согласований, и только после сбора все необходимые документации деньги попадают в план госзакупок. И вот, наконец-то, свершилось. Конкурс объявлен. В сентябре 2021 года на средний ремонт автомобильной дороги до села Шаховское выделяют 367 миллионов 51 тысячу деньги. В технической документации написано «Восстановить изношенные слои покрытия, использовать при этом отечественные материалы, завершить работу к 10 ноября 2022 года». В конкурс вышли пять компаний и победила «Сотис Групп». В открытых источниках значится, что фирма зарегистрирована в 2019 году с юридическим адресом в городе Нурсултане. После победы на конкурсе госзакупок подрядчик не сразу начал строительство. Жители еще целый год продолжали ездить по ухабам и выбоинам в надежде, что злосчастную дорогу наконец-то начнут ремонтировать. Строительные работы начались лишь этим летом, с задержкой в целый год. Но что же стало причиной? Как нам пояснили в Экимате сельского округа, несколько месяцев понадобилось на то, чтобы уточнить бюджет проекта, пока подрядчик планировал свои затраты, стали дорожать стройматериалы. Конкурс был в прошлом году, но в этом году уточнялись, потому что были еще подрядчики, которые могли подать по тем или иным причинам, что они тоже могут участвовать в конкурсах. И в связи с этим она продлилась, эти конкурсные мероприятия. По всей видимости, договориться об изменении суммы не удалось. Судя по информации, в открытых источниках бюджет в 367 миллионов остался без изменений. Однако, по словам Акима сельского округа, есть предварительное решение о том, что на проект выделят дополнительные средства. В этом году вот сколько выделено денег на эту сумму будут отработаны, а на следующий год на дополнительные деньги будут основные расстояния будут сделаны. До окончания работ, согласно тендерным требованиям, осталось всего два месяца. У местных жителей, которые каждый день колесят по этой дороге, есть большие сомнения, что за это время отремонтируют 9 заявленных километров. На начало сентября проложено пока лишь 2,5 километра пути от поселка Шаховское. Жители продолжают ездить по своей привычной дороге, только теперь картину разнообразила стройка века. Дорога, конечно, не очень, но люди живут, люди в основном работают в городе, кто здесь живет, и каждый день ездят с утра и вечером назад, потихоньку ничего. История этой закупки еще не закончена. Пока лишь можно сделать вывод о том, что заказчики и подрядчики смогли допустить целый год простоя. И сейчас самый актуальный вопрос – успеют ли сделать дорогу до 10 ноября, как того требуют условия госзакупки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!